Всем привет, меня зовут Щербаков Артём, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как мне пришлось редактировать барабаны, записанные без метронома. Это барабаны одного из пока ещё не выпущенных треков моей группы, который называется «Космоскелет». Барабаны были записаны с одного дубля и звучат вот так. Барабаны были записаны с одного дубля и звучат вот так. Самым удачным, с исключением финальной части. Тут наш барабанщик Витя, видимо, немного подустал. Можно попытаться подвигать всё на слух, это вполне реально, но чертовски тяжело и долго. Поэтому я хочу воспользоваться бит-детективом, но чтобы мне воспользоваться, мне надо сперва определить темп, в котором играл наш барабанщик. Для этого в Pro Tools есть замечательный хоткей «Command-I», который работает следующим образом. Я выбираю первую долю фрагмента, который я собираюсь редактировать. Нажимаю «Command-I». Pro Tools показывает мне, что это 54-й такт, вторая доля и что-то там ещё. Я могу указать здесь любой такт, главное, чтобы это была первая доля. Допустим, 53-й такт. Первая доля. Размер этого трека 7 четвертей. Нажимаю «Ок». Теперь я отмечу, допустим, четвёртую долю 53-го такта. Для начала я её найду. Вот она. Нажимаю «Command-I». Указываю, что это четвёртая доля. Нажимаю «Ок». Теперь вы видите, что Pro Tools уже рассчитал темп в промежутке между первой и четвёртой долей. И я продолжу указывать последующие первой и четвёртой доли, последующих тактов до конца этого фрагмента. Теперь Pro Tools вычислил все темпы, в которых был сыгран этот фрагмент. И я могу, наконец, воспользоваться BitDetective. Сперва я обрежу этот фрагмент. И открою BitDetective. Clip Separation. Первая операция, которую мы будем делать. Я выбираю наш фрагмент. Нажимаю «Capture Selection». Чтобы BitDetective понимал, какую именно часть мы редактируем. Нажимаю «Analyze». Чувствительность я настраиваю такую, чтобы BitDetective понимал, где находится бочка и малый барабан. Этого будет достаточно. Триггер-пэд у меня стоит 5 миллисекунд. Это означает, что BitDetective разрежет клипы за 5 миллисекунд до удара. Нажимаю «Separate». Далее «Clip Conform». Вот этот параметр я выставляю на 50%. Это что-то типа ровности. Трудно произносимое английское слово. Выставляю на 50% для того, чтобы BitDetective не расставлял мои клипы четко по сетке. Я хочу, чтобы барабаны все равно звучали живо. Нажимаю «Conform». И последнее. «Edit Smoothing». Длина кроссфейда у меня стоит 3 миллисекунды. Это неважно. Можно настраивать как угодно. Но пусть будет 3. Зажимаю «Smooth». Окей. Теперь послушаем, что получилось. Клево. Послушаем, как было и как стало. Вот так было. Вот так стало. Обратите внимание вот на эту часть. Тут барабаны как раз немного разваливались. Как раз то, что нужно. Барабаны по-прежнему звучат живо, но не разваливаются, как до этого. Таким же способом можно редактировать барабаны, записанные в клик. Иногда это помогает им звучать более натурально. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Делитесь этим видео с коллегами по цеху. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok